друзья всем привет у нас время завтрака 27 мая погода пасмурная опять дождь собирается тепла в анталии пока так и нет летнего но ничего страшного мы еще успеем тут зажарится и что чаще всего люди едят на завтрак я думаю наверное все таки яичницу но мы сегодня будем готовить не просто яичницу такую немножко яичницу с наворотами у нее даже есть название шакшука название пришло с израиля но корни куда-то уходит еще дальше тем временем налили немножко растительного масла для шакшуки конечно лучше оливкового масла которые для жарки режем первым делом лучок и прям сразу забрасываем в разогретую сковороду блюдо это делается очень быстро ну по крайней мере никаких особо подготовительных действий тут не требуется конечно это очень загадочное название такое непонятное да шакшука по факту это вот яичница помидорами зеленью средиземноморский вариант потому что тут еще много вариаций всяких бывает например как добавляют где-то там тунисах таких странах и артишоки картошку очень кто на что гораздо у нас сегодня будет шакшука с крапивой я всегда в мае стараюсь покушать крапиву потому что она очень полезная хотя бы несколько раз какой-нибудь супчик сварить яичницу следующим нарезаем болгарский перчик у меня паприка и туда же его можно целиком нам не очень большой крапивой достаточно много блюд конечно ее каждый день есть не будешь но вот сезон когда она идет молодая это май начало июня может тебя первая крапива вообще иногда бывает и в марте закинули перчик с луком они все будут у нас продолжать обжариваться начинаем дальше резать помидор у меня такой огромный в общем о чем я говорю скорее всего это все возникло у кого что есть примеру там вы что-то готовили вчера и у вас осталось там несколько порезаны каких-нибудь помидоров перчик вот это все достается из холодильника обжаривается выкидывает же добро туда разбиваются яйца у меня домашние яйца на базаре одной дамы я показывал видео разбивается туда несколько яиц и завтрак у вас готов все очень просто и незамысловато сейчас немножко обжарим протушим помидоры и будем уже закидывать крапиву чуть чуть попозже чеснок нарубили чеснок отложили его сторону берем крапиву вы будете смеяться но крапиву здесь редко можно встретить на природе и и даже продают стоит она конечно там копейки скажем довольно большой пучок я не знаю ну наверное где-то я вот так половинку чтобы у нас все не становилось зеленого цвета так вот аккуратно если она очень колючая то можно перчатках моя так терпимая добавляем все это наши помидоры с луком с перцем на этом этапе я уже посолю она должна быть достаточно соленой шапшука наша ну или кто как любит можете вообще не солить все чтобы у нас сейчас жидкость сильно не выкипала я закрою крышкой вот это вот под крышкой у нас лежали малосольные огурцы я только что их достал очень хорошо сочетаются с яичницей или шапшукой останется нам закинуть чуть попозже чеснок чтобы он слишком долго не находился там потому что когда он слишком долго обрабатывается термически уже все блюдо перебивает затем тут у нас еще зелень укроп петрушка чуть-чуть базилика вот зелень реально то что оставалось в холодильнике я просто взял и подрежу потом крапиве чуть попозже все пока можно убавить и дать немножко потушиться минут десять ну вот протушилась наша будущая шапшука минут пять уже ты можно уже добавить чеснок также размешали продолжим тушить мол малосольные огурцы я нарезал уже так они выглядят очень аппетитные делаю также самых свой рецепт могу выложить попросить тушим наверное еще минут пять прошло еще минут пять главная задача чтобы перчик у нас и помидоры стали мягкие классическом рецепте добавляется острый перчик у меня под рукой только аджика моя поэтому я добавлю ее собственного приготовления ферментируется очень долго хранится без всяких консервантов и всякой гадости цепь мне очень понравился она с орехами грецкими вот добавляем для остреньки потому что она должна быть в меру остренькая что не любит острое или не кушает и не добавляете доводим это до практически готового состояния пока у нас есть несколько минут нарежем меленько зелень вот у меня петрушка укроп и зелик и зеленый лук можно зелень которую вы любите вообще тут огромный простор для творчества для экспериментов импровизации поэтому абсолютно никаких тут запретов или табу нету что хотите добавить съедобного то добавляйте главное чтобы это было вкусно эстетически красиво тоже важно если вы не только сам кушаете кого-то к примеру хотите угостить зелень у нас нарезано сейчас у нас приходит время разбивать наши яйца яйца тоже желательно ищите хорошего качества всегда потому что сейчас что только не делают с этими бедными яйцами немножко разровняем место для наших пяти яиц больше что такое 5 яиц для взрослого мужчины и молодого человека это может быть съедено за один раз разливаем стараемся чтобы только у нас сохранился любвисти красоту предварительно попробовал по соли практически все идеально еще не перчил делаем это теперь я предлагаю поперчить молотый кориандр у меня с другой стороны я его тоже очень часто везде добавляю в общем специи опять же какие вы любите кто-то добавляет зиру я к зире так принципе только в плов и и добавляю так и вот это еще одна моя фишечка называется сванская соль опять же не делал самые грузинским проверенным рецептом тоже очень ароматная штука я люблю ее вот так вот на желточки кстати можно убавить чтобы это горела и зелень посыпаем вокруг наших яичек не наших которые в сковороде я имею можно конечно было раньше лимончик добавить я всегда ее подписываю не носами там желтки а так по кругу я пробовал и так и мне нравится лимон почти везде сейчас буквально на минутку прикрываем я ну вот прошла минутка открываем крышку белки уже схватываются практически готовы тут задача тоже не передержать чтобы у нас и желточки были уже готовые но белок чтобы не переварился должна быть такая ассистенция чтобы можно было помакать хлебушком или прям также хлебом захватить часть как мы это будем кушать примеру да самое готовое центральная часть яйцо так вот можно раз на раз не приходится иногда пожиже можно сделать иногда можно поменьше жидкости это уже зависит от количества помидор в основном взяли примерно такой кусочек малосольный огурчик пробуем я очень вкусно я говорю такая вроде большая сковорода съедается в принципе одним взрослым мужчиной без всяких проблем буквально полминуты закрытом состоянии пока я ее донесу до дома у санской соли тоже дает изюминку свою лучший завтрак крапива тоже приятное послевкусие ощущается у нее такое незамысловатое блюдо которое может приготовить даже школьник сейчас есть такие школьники что нам до них далеко в общем практически любой начинающий взрослую жизнь человек то даже вообще никогда не готовил в общем так закрываем крышечку и отношу кормить своих близких приятного аппетита готовьте также получите такой же результат всем мира добра позитива подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии хорошие всех благ всем счастливо пока пока